Сегодня депутаты утверждают новую структуру администрации. Сокращена должность одного из заместителей главы, совмещены должность зама главы и начальника УГХ, введена должность пресс-секретаря главы города. Новая структура приведет к наиболее эффективному распределению полномочий по решению вопросов местного значения. Депутаты на 6 миллионов уменьшают муниципальную программу по развитию физкультуры и спорта и направляют эти средства на благоустройство. 14 спортивных площадок переходят на баланс коммунальщикам. Для передачи с баланса стадиона труд на баланс МГУ БКХ. То есть МГУ заберет площадки себе? Да, организация, которая нас обслуживает и содержит нормальное состояние все детские игровые комплексы. Вполне логично, что одни и те же люди не будут проходить, убрав детскую площадку, не будут проходить мимо, рядом расположенные спортивные площадки, будут также за ними следить. МГУ обладает и штатной численностью, и техникой, и специалистами для того, чтобы содержать в том числе и спортивные площадки. Дмитрий Ильич, можно я задам вопрос в лоб? Вы даете депутатам гарантию, что вот те площадки 14, которые на сегодняшний день есть, в этом году будут приведены в порядок? Конечно. Я даже не забираю их с баланса труда, если такое решение будет принято. Вот на меня Елена Владимировна смотрит, я думаю, что даже без денег я бы их привел все равно в нормальное состояние. Кроме того, две спортивные площадки будут построены у нас в рамках областной программы, что подтвердил во время встречи с главой города министр спорта Московской области. Мы открыли госпрограмму на 2017 год. У нас там две спортплощадки. Это стадион труд и сквер. Они уже подтвержденные, то есть там нужно только софинансирование. Глава города Елена Ковалева обращается к депутатам и призывает их контролировать все работы на своих участках. Очень важен именно вопрос контроля вашего, с вашей стороны, за тем, что происходит на вашей территории. Поэтому, пожалуйста, чтобы мы осуществляли этот контроль, чтобы вы его осуществляли и этой ситуацией владели. Что у нас сейчас происходит? Укладка асфальта, в какие сроки, не в какие сроки, чтобы вы были в курсе. То же самое касается комплексного ремонта многоквартирных домов. Точно так же, чтобы мы прекрасно знали, на каком округе конкретно. Да, это неравномерная сейчас информация. И вполне у нас получится так, что на каком-то округе таких объектов несколько, на каком-то округе в этом году таких объектов нет. Но я очень прошу вас, вот эту работу давайте скоординируем совместно с Дмитрием Юрьевичем. Может быть, нам ее и подать надо, с тем, чтобы каждый житель знал, какой депутат эту работу координирует, и чтобы мы могли жителям так же, вот и вы эту информацию так же знали. Сегодня утверждают порядок размещения информации о доходах и заработной плате муниципальных служащих и руководителей муниципальных структур, положение о порядке признания граждан малоимущими для постановки в очередь на жилье, вносят изменения в программу жилища, предусмотрев помощь в решении жилищной проблемы семье с девятью детьми. Рассматривают ряд других вопросов и документов. Сергей Гриднев, председатель Совета депутатов, с гордостью сообщает, что исполняющим обязанности главы Красноармейска назначен Максим Копылов, который раньше был заместителем главы Ивантеевки и занимался жилищно-коммунальным хозяйством. Елена Ковалева, глава города, информирует депутатов о грядущих субботниках 8, 15 и 22 апреля. Призывает не только участвовать самим, но и вовлечь и сотрудников, и избирателей. Такое хозяйское отношение к городу, непотребительское, потому что многие люди, вот мы сегодня с Ольгой Борисовной опять-таки обходили по периметру парк, и, к большому сожалению, улица, примыкающая к парку, но она вся завалена пустыми бутылками, и не буду вслух даже говорить, чем. Это, конечно, накидали не предприниматели, это, конечно, просто накидали жители. Да, тут и управляющая компания, и ТСЖ должна убирать, ну и все люди тоже должны понять, что в какой-то момент они должны выйти, собраться, убрать это все и больше не мусорить, не бросать пустые шины, там пустые коробки, и выбрасывать мусор, не доходя 40 метров до мусорных баков. Поэтому я очень прошу, у нас, ну, само собой, сфера образования, как бы это будет делать по части образовательной, очень прошу нашу сферу медицины также этот вопрос поднять, организовать, и, конечно, наших уважаемых предпринимателей также этот вопрос взять на контроль и сделать это достаточно массово, с элементами праздника, не побоюсь этого слова. 29 марта пройдут депутатские слушания по вопросам строительства социальных объектов, реконструкции уличного освещения, благоустройства и ремонта дорог. Фракция «Единая Россия» в Совете депутатов в тот же день определится с партийными программами, которые реализуются в Ивантеевке.